Здравствуйте дорогие аграрии! 7 марта на календаре и вы смотрите самый интригующий обзор аграрных новостей. Изменит ли Минсельхоз экспортные пошлины на зерно? Возобновятся ли закупки в интервенционный фонд? Запретят ли недружественные ветпрепараты? На эти вопросы постараемся ответить в данном выпуске. Сегодня он выходит при поддержке семеноводческого хозяйства ООО Агро. На прошлой неделе российское информационное пространство обильно пополнялось слухами. Первый из них был связан с закупочными интервенциями, которые Минсельхоз может возобновить в 2023 году. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, еще недавно утверждавшая, что 3 миллионов тонн пшеницы, закупленной в госфонд, достаточно, в письме президенту торгово-промышленной палаты Сергею Катерину, неожиданно сообщила, что Минсельхоз России прорабатывает возможность проведения дополнительных закупок зерна. И это стало полной неожиданностью. Ведь буквально в начале февраля Оксана Лут говорила обратное, что никаких закупок в госфонд больше не планируется. Более того, замминистра подчеркивала, интервенционный фонд в России существует не для того, чтобы регулировать цены на рынке, а для того, чтобы в критический момент российские мукомолы не остались без сырья. И 3 миллионов тонн в этом смысле достаточно. И вот всего за несколько недель Минсельхоз изменил свою позицию. Нам кажется, что в ведомстве стали понимать, что цены на пшеницу по ряду регионов не оправдывают затраты на возделывание этой культуры и надо что-то предпринимать. В доказательство нашей точки зрения прозвучала еще одна новость. Российская газета со ссылкой на «Источник» в Минсельхозе сообщила, что размеры экспортных пошлин на зерно могут быть актуализированы в новом сезоне, в кавычках, с учетом рыночной конъюнктуры и складывающейся себестоимости производства. Понятно, что при столь расплывчатой формулировке речь может идти о чем угодно. Но дальше в публикации российской газеты приводились слова главы про зерно Владимира Петриченко, который пояснял, что для облегчения положения аграриев формулу расчета экспортных пошлин необходимо модернизировать. Например, поднять базовые цены до 20 тысяч рублей по пшенице и до 18 тысяч 500 рублей для кукурузы и ячменя. Владимир Петриченко также предлагал удерживать не 70%, а 50% или даже 30% от разницы между базовой и индикативной ценой. В поддержку изменения пошлины высказалась также замглавы объединенной зерновой компании Ксения Баламатова. Она заметила, что аналогичного демпфера нет на другие биржевые товары, такие как дизельное топливо, минеральные удобрения или металл, который влияет на стоимость комбайнов и тракторов. Получается, что у сельхозпроизводителей нет возможности компенсировать рост себестоимости, сказала Баламатова. Она также отметила, что пошлина должна эту возможность давать. Кстати, на сайте проектов законодательных актов на днях был опубликован приказ Минсельхоза, предполагаемый, с ценами для закупочных интервенций на новый сезон. И в этом приказе рост себестоимости производства пшеницы как раз отражен. Взгляните, цена на пшеницу третьего класса повышена на 1800 рублей, пшеница четвертого класса подорожала на 1600 рублей, а ячмени на 1500 рублей за тонну. Впрочем, глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, а эта организация, как известно, даром ничего не говорит, отметил, что сейчас в середине года в кавычках раскачивать тему пошлин контрпродуктивно. В противном случае аграрии начнут надеяться на рост закупочной цены и проблема затоваривания складов усугубится. Наконец, буквально вчера все сомнения развеял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В интервью коммерсанту он сообщил, что до конца этого сельхозгода министерство не планирует ни корректировать экспортную пошлину на зерно, ни увеличивать закупки пшеницы в интервенционный фонд. Ну а по поводу цен на зерно, которые сейчас складываются в стране, он сказал буквально следующее. Цены, наверное, всегда не очень приемлемы для тех, кто продает и высоки для тех, кто покупает. Средняя рентабельность по растеневодству по итогам 2022 года без субсидии составила 20%, а с субсидиями около 24%. И это хорошая рентабельность, подчеркнул министр. Для тех, у кого производственные показатели не соотносятся с тем, что говорит Дмитрий Патрушев, мы в Ростове-на-Дону провели круглый стол, посвященный рентабельности ярового клина. С вами подсчетами с нами поделился известный донской ученый, агроконсультант Александр Лобынцев. По мнению эксперта, в зонах, где выпадает менее 350 мм осадков, оправдывает себя только двупольный севооборот – пар пшеница. На темно-каштановых и каштановых почвах с невысокой влагообеспеченностью экономически выгодно сеть горчицу. В зонах, где выпадает от 400 мм осадков и более, хорошую рентабельность будут иметь горох и яровая твердая пшеница. Беспроигрышный вариант – нут. Он показывает прибыльность в любых условиях. Подробнее можно прочесть на нашем сайте. Семена перечисленных яровых культур вы можете приобрести в Эрзе Агро семена. Нут – триумф, твердая яровая пшеница – ясенка или ядрица, три сорта гороха – соя, лен. В общем, можно подобрать прибыльную для ярового сева культуру под свои условия. В Эрзе Агро – отличная агрономическая служба, так что и по затратам на гектар, и по урожайности вас обязательно проконсультируют. А пока я хочу передать слово партнеру нашего выпуска – хозяйству ООО «Агро» из Песченокопского района Ростовской области. Уже несколько лет хозяйство выращивает чечевицу сорта «Донская краснозерная». И пришло к выводу, что чечевица выгоднее гороха. Затраты на возделывание в половину меньше, а рентабельность на 30% выше. В чечевице в технологии очень проста право выращивание. Первое – то, что она не боится заморозков, не боится засухи. Ее никто не кушает, то есть вредителей на них как таковых нет, болезней как таковых нет. У нас только одна такая фишка есть в ней – выращивание. Почему мы немножко сдвинули это последнее поле, где сорней, мы ушли в поздние посевы. На проводку мы подобрали гербицид, одну сделали и на этом забыли про чечевицу. Нам особенно приятно, что «Донская краснозерная» – это сорт чечевицы, который был выведен в Ростовской области. Урожайность его доходила до 27 центнеров с гектара. Контакты хозяйства «Агро», где вы можете приобрести семена чечевицы этого сорта, указаны на экране. «Донская краснозерная» – пример хорошего отечественного сорта, но, к сожалению, не по всем культурам наша селекция сильна. Подтянуть науку в некоторых регионах решили административными методами. В Тамбовской области районные администрации получили распоряжение провести работу с сельхозпроизводителями и убедить их приобретать семена отечественной селекции. Но это еще полбеды. Хозяйствам задали параметр. Семена российской селекции должны составлять не менее 45% по каждой культуре, планируемой к высеву в 2023 году. Признаюсь, мы не в курсе, как обстоят дела селекции в Тамбовской области, но здесь, на юге, планка, которую обозначили хозяйством, нам кажется недостижимой. Даже в передовом Краснодарском крае, где есть национальный центр зерна, где находится Всероссийский НИИ масличных культур, обеспеченность отечественными семенами по кукурузе на зерно составляет 38%, по подсолнечнику – 32%. В Ростовской области, по словам министра сельского хозяйства Константина Рачиловского, в этом году 60% семян кукурузы будут отечественными, но по подсолнечнику доля российской селекции составит всего 36%. Расскажите нам в комментариях, какими семенами пользуетесь вы – отечественными или зарубежными, ну и про соотношения, конечно. В продолжение темы импортозамещения. Россельхознадзор на своем официальном сайте сообщил, что несколько зарубежных компаний, которые производят ветеринарные препараты, стали уклоняться от проведения инспекций на своих производственных площадках. Речь идет о компании MSD Animal Health, Zoetis, Beringer Ingelheim и VetoKinol. Россельхознадзор указывает, что продукция этих компаний должна пройти проверку требованиям надлежащей производственной практики – GMP. Иначе после 1 сентября текущего года она не сможет поставляться в Россию. В Россельхознадзоре также сообщают, что в прошлом году производство отечественных вакцин выросло в три раза, фармагологических препаратов – в шесть раз. Кроме того, в России широко представлены препараты, производимые в дружественных странах, которые, как подчеркивают ведомстве, ответственно относятся к выполнению норм российского законодательства. В общем, для всех, кто занимается животноводством, звоночек прозвенел. На прошлой неделе в Ростове-на-Дону прошла выставка «Интерогромаж». В этом году парк сельхозтехники, представленный гостям, непривычно изменился. Сельхозпроизводители не нашли знакомые марки, но зато увидели очень много новых имен. Одной из новинок «Интерогромажа» стал трактор «Тайхон Ти-Аш-2104». Его показывала компания «Спецавтотехника», которая специализируется на поставках сельхозтехники, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного оборудования, а также запасных частей. Трактор полностью сертифицирован под Россию, имеет все необходимые сертификаты и, самое главное, максимально универсальная комплектация для России, для того, чтобы удовлетворить потребностям и заместить некоторых, ну, как партнеров, так и трактора, которые уже у нас есть на рынке. Естественно, это трактор «МТЗ». Это универсальный пропашной трактор, который способен выполнять такие же задачи. Если рассматривать вообще всех конкурентов, в том числе конкурентов, которые у нас окружают везде, трактор отличается тем, что это простота и надежность. Это «Тайхон», это наш слоган. Простота и надежность заключаются в чем? Максимально простая и надежная механическая трансмиссия, не задействовано компьютерное управление, это не автоматическая трансмиссия. Второе. Максимально надежная конструкция по агрегатам, это гидрораспределитель с приводом, с тросовым, то есть отсутствие электрики, его можно починить практически везде, ну и, грубо говоря, поэтому ломаться нечему. И максимально надежный двигатель, который в Китае зарекомендовал себя как компания государственная, которая на всю технику, выпускаемую внутри, строительную, автомобильную, сельскохозяйственную, устанавливает этот мотор. И мотор известен, помимо сельскохозяйственной сферы, в сфере более тяжелой. То есть это грузовики, самосвалы, большие фронтальные погрузчики, работающие в карьере. А сельхознаправление – это одна из отраслей этого двигателя. Но двигатель для сельхозотрасли выбран самый популярный в плане запчастей обслуживания, самый надежный и самый тяговитый. Здесь запас мощности больше 30% от номинальной мощности, указанной в технических характеристиках. Это трактор 210 лошадиных сил, компании завода Тайхон, провинция Вейфан. Компания «Спецавтотехника» уже больше 19 лет находится на рынке специальной техники. У нас очень развитый сервис, 6 постов для ремонта любой техники, как тяжелой, так и сельскохозяйственной. У нас инженерная составляющая помогает нам доукомплектовывать трактора под техническое задание клиента. Мы занимаемся гидравликой, пневматикой. У нас реализовано по месту на нашей ремонтной базе ремонт моторов, коробок, ремонт мостов. Также мы занимаемся дополнительно дооснащением трактора какими-то опциями, то есть камерой заднего вида, обслуживанием кондиционера, как на грузовых автомобилях, так и на сельхозтехнике. Неприятные новости приходят, к сожалению, из смежных отраслей. На прошлой неделе стало известно, что в Ростовской области приостановили строительство двух зерновых терминалов – Азовского морского терминала в Азове и морского зернового терминала в Таганроге. Причина паузы – ограничение судоходства в акватории Азовского моря и введение санкций против России. Инвесторы испытывают трудности с приобретением комплектующего оборудования. Непоследнюю роль сыграло и введение ограничений в виде пошлины тарифных квот на экспорт зерна. Азовский зерновой терминал собирался построить известный всем торговый дом «Риф». Предполагалось, что порт сможет пропускать не менее полутора миллионов тонн зерна в год. Аналогичная ситуация складывается и с маслоэкстракционными заводами на Дону. Объекты в Неклиновском и Миллеровском районах планировали открыть в конце 2023 года, но теперь срок запуска отложен по причине усложнения поставок оборудования или его полного отсутствия на российском рынке. По теме рынка масличных на нашем круглом столе интересно выступил представитель компании «Эвко» Максим Панарин. Он отметил, что к марту в России назрела ситуация, когда объем масличного сырья стал превышать последовательно убывающие мощности по переработке. Это нисходящая прямая на графике, которую вы видите. При умеренно оптимистичном сценарии в качестве переходящих остатков на следующий год будет около миллиона семисот тысяч тонн сырья. И это, конечно, будет давить на цену уже сейчас. Выступление Максима Панарина вы тоже сможете увидеть на днях на нашем канале. Продолжение следует... Стоимость проезда по мостам, путепроводам и другим искусственным сооружениям составит 91 рубль 50 копеек. Раньше цена была 66 рублей 50 копеек. Отметим, что в октябре прошлого года Минтранспросил правительство увеличить тарифы, так как цена за километр не менялась с 2016 года, а себестоимость строительства все эти годы росла. И последнее. Относительно хорошая новость. Но, конечно, только для тех, кто посвятил свою жизнь животноводству. В марте в Ростовской области и, как мы предполагаем, в других регионах России тоже начнут распределять субсидии на производство зерновых культур. Ставка субсидий – 2000 рублей за тонну. Донскому региону выделили 590 миллионов рублей на этот вид господдержки. И денег, конечно, на всех не хватит. Чтобы как-то более-менее справедливо распределить выделенные средства среди хозяйств, в Ростовской области приняли решение в первую очередь давать деньги тем, кто занимается животноводством. В первую очередь получают зерновую субсидию хозяйства, которые имеют молочный скот, во вторую очередь те, которые имеют мясной скот, и в третью очередь все остальные. То есть мы не говорим, что получают только молочники или только. В первую очередь. Если транши будут и будет достаточно в дальнейшем, как нас уверяют, что приток пошлины позволяет формировать вот эти вот решения, и дополнительные деньги будут поступать. Мы будем, конечно же, доходить, я думаю, и до чисто зерновых хозяйств субсидирования. Но пока в первую очередь, как я уже сказал, будут получать те, у кого есть животноводство. Нам интересно, как распределяют субсидию в вашем регионе. Если вы за ней обращались, расскажите, пожалуйста, о своем опыте. А наш выпуск на этом завершен. Ждем ваши комментарии, лайки. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Заходите на наш сайт agrobook.ru и подписывайтесь на телеграм-канал. Всем хорошей весны! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова